Всем привет! У нас сегодня уже четверг. Нет, среда. Вообще в этом отпуске вообще не неделя. Ты не знаешь, какой день, какое число. Абсолютно. Вот все. Все дни как один. Что выходные, что будни. Но сегодня среда, потому что я знаю, что мы завтра уезжаем, поэтому среда. Завтра четверг. С одной стороны, конечно, и не хочется. Но с другой стороны, я, честно говоря, уже и рада, что мы это... Ну, все равно скучает. Вот в который раз уже убеждаюсь, когда мы в отпуске ездим, что неделя это мало. Как-то вот что-то не хватает. А две недели это... Ну, не знаю. Кому как, конечно. Некоторым две недели мало. Вот я что ездила, когда вдвоем мы ездили с подружкой. Ой, с подружкой. С двоюродной сестрой. С сестренкой. Мы ездили сюда, в Турцию. И в этом, в Лансарото мы были, на Канарских островах. И вот мы ездили на недели, ездили на две недели, ездили на десять дней. И вот всегда десять дней это самое-самое оптимальное. Ну, вот как по мне, я говорю. Ну, я от многих тоже уже слышала, что десять дней это самое то. Сейчас, сегодня я решила оставаться дома. Ну, я имею в виду, дома здесь, в комнате с Леоном мы останемся. Мы все простыли. Льюис тогда начал. День, ну, где-то два дня. Потом ему лучше было. Сейчас опять что-то шмыгает. Ну, не так прям сильно. Слава Богу, ни у кого нет температуры, ничего нету. Просто вот именно насморок у нас у всех. И у Леона сегодня он не очень спал. А у меня еще к тому-то вот всех насморок. И у Славы, и у Льюиса, и Замбы, и Леон. А вот у меня еще, кроме насморка, еще горло болит. Ну, температуры нету, так себя нормально чувствуем. Ну, что, отсеватый. Вот, видите, он нам, где он играет игру. Мы с ним решили сегодня дома быть, в комнате. Сейчас придут убираться, мы пойдем посидим там. Где-нибудь в кафе, пока уберутся. Вот. А так я решила сегодня просто вот просто расслабиться никуда. Ни в море, ни в бассейн, никуда уже. Потому что мне еще надо эти чемоданы паковать. Конечно, не так, как дома их пакуешь, когда улетаешь. Тут просто все собрал, все, что есть, и все. Не надо думать, что брать, что не брать, что не забыть. Все собрал, что тут стоит, и все. Вот. Поэтому решили сегодня так спокойно. Слава с Леоном пошел, ой, с Леоном, Замуэлем пошел на море сейчас. Там немножко скупнуться тоже. И потом придут сюда, к обеду. Сколько у нас сейчас уже время? По-моему, 10.14. Сейчас я посмотрю. Нет, это турецкое время. 10.14. Ну, 15.11. Уже через 2 часа обед будет. Вот. И потом посмотрим. Может быть, пойду после обеда немножко окунуть в бассейн. Не посмотрим, но я сегодня решила никуда вообще. Вот просто, просто расслабиться, может быть, все-таки получше. Я с собой звездочку взяла, пихтовое масло. Мы все мажем тут, чтобы это... Я единственное переживаю. Так-то ничего, и все себя хорошо чувствуют. Никто там не такой, не вялый, ничего. А просто вот этот насморок, я хотелось бы, чтобы ушел, потому что завтра в самолете лететь. И если насморок, то уши могут очень болеть. Особенно за детей переживают. У Леона уже бы до суда летели, ушки болели. Льюис хочет обязательно волейбол. Это вот он ни один не хочет не пропустить. Сегодня еще два раза они до обеда. Один раз в волейбол играют, и один раз после обеда. И вот он ни один волейбол, ни один этот... Все, идут. Вот мы пришли сюда, вот в такую комнату, в бар. Леон пошел пить, брать. А вон там видно море и бассейн. Сейчас здесь просто переждем, пока Леона... Ой, пока комнату уберут. Буду очень-очень скучать, конечно. Не я, только дети тоже уже сейчас говорят, мама говорит, мы будем скучать. Ну все, хорошее когда-то заканчивается. Думаю, мы не последний раз сюда приехали. Дети и Слава тоже очень понравилась Турция. Вчера мы вечером здесь, я тоже немножко поснимали. Я вот сюда сейчас после этого вставлю отрывки вчерашнего вечера. Было бинго опять вечером. Мы не стали вчера уже играть. Так, сверху сидели тоже вот в этой комнате. Только там возле окон они их открывали. Вот так, это длинный мир. Ну, вы увидите, короче. Спасибо, Леон. Принес мне и себе спрайт. Видите, вот такие... Вот Слава говорил вечером вчера про вот эти стаканчики. Они очень-очень мягкие, опасно. Если там сидишь возле бара, они дают стаканы стеклянные. А если с собой брать куда-то, вот взять и идти с ними, тогда дают вот такие вот мягкие. Где его? Ничего страшного. Да, Аля, они все спасены. Так, что сегодня такой будет день расслабления. Все, уборщица уже убралась у нас. Мы слила нам уже опять в комнату зашли. Красиво она все сделала опять. Быстро они убираются, я бы сказала. Даже полчаса не прошло. Может, просто времени. Я не засекала, не смотрела, но мне кажется, очень быстро. Все-таки я рада, что я не пошла Слава сейчас на море. Они за морем пошли на море. Люис у нас вообще сам по себе. Он только ходит от одного, так сказать, спортивного мероприятия к другому. То в волейбол играет, то в этот, как сказать, на воде мячом. Вот обол, как-то так. Вот, играет всегда. И вот от одного к другому. Иногда даже пойдет, вот, кушать идем все. Ким Ахмалов. Кто-то пришел, или Слава, или Люис. Слава с вами, наверное, пришли. Я все-таки себя не очень чувствую. Не знаю, надеюсь, что завтра намного получше будет. Стараюсь лечиться, мазать. На, пыли. А ты мягко баде, то дай им пыль. Мягко баде. Да, в день цокусы вэй. Привет. Серьезно, что ли? Ведра? Привет. Здорово, здорово. Ой, такие веселые. Да, в день цокусы вэй. Сегодня опять, как-то такие, как-то такие. А они все меньше, меньше становятся. Слава, там опять большие волны. Ну, хорошо, что мы не пошли. Там бедные. Кто худые, они как-то еще могут просочиться туда. А кто такие пополнее. Я видела, женщина по веревке туда вот. Упирается, пытается залезть в нее. В ходу опять, как шарик, как мячик не фидают назад. Ну, видишь, меня бы внесло. Я не худая. Нет, там бывают такие проведущие, надо успеть залежать. Потом они опять идут группами. Вчера уже были волны. Леон вчера не заходил. Я заходила в воду, а Леон нет. А вот сегодня, мне говорят, еще выше. Ну, они кончаются, утром будет. Ты знаешь, как узнаешь. И вечером всегда волны. Вечером всегда почему. Когда они проехали, когда они падают, они под собой грунт, песок вырывают, и получается такая, как-то рык. А там далеко-далеко такие рыки, значит, и ночью вообще не по два метра будем жить. Ну, все равно я не жалею, что я не пошла. Леон, во-первых, он не зашел, он когда волны не заходят. В один раз волна накрыла, и он все, с тех пор, как волны, он не заходит в воду. Я бы туда занесла. Ну, пусть лучше он, это самое. И я себя все не очень чувствую, слава. Мне проходить начинается. Пусть, главное, чтобы у детей ушли. Я про себя не боюсь. Мы туда пошли, на ту сторону, где с тобой. У меня нос не забито, и надеюсь, и не будет завтра забитый, когда буду лететь, иначе хана. Мы туда пошли, где эти скалы, и там ничего нету. Я не знаю, или карта врет, или мы дураки, или мы опять шпиги-фокер посмотрели. Не знаю, слава. Мы хотим найти, не хотим, а хотели найти, дойти до этого пляжа, где я была с твоей родной сестренкой. Тут стоит 6 километров, 7, ну, 6. И что-то, не знаю, там... Что-то мы 3 прошли, и вообще не видать ничего. Следующий раз я там отель найду. Почему там? Что-то лучше. Там еще лучше. Ой, в следующий раз я не знаю. В следующий раз нам машину купил, да? Потом это слово. Короче, это... И все. Дети говорят, это кто-то, Леон или Замова, говорит, мама, а вы, говорит, заказали это уборщицу, когда мы приедем, чтобы у нас дом убранный был. Ну что, скоро кушать? А, Слава, тебе там предлагают в комментариях, Джизель написала это, предложи Славе курей завести, говорит, помидоры, огурцы, это не интересно выращивать, а эти куры, яйца свежие. Так нам не надо тогда другой дом купить, где место получше. Да. У нас места мало. Вот эти, которые нам дом продали, они купили себе дом сам поменьше, ну, потому что у них уже дети взрослые, выйдут скоро все, они вдвоем останутся. А участок намного больше, и вот они завели себе курей. Да. Там доме тоже хотели, но это там мало места. Они там волейбол могут играть, курить, конечно. Да, так что. Все, что хочешь. Не, ну, все равно твое это все-таки, это, да, выращивание растений. Я вам поменьше, побольше участок, конечно, подальше. Хотел бы курить тоже? Курить? Не знаю. Может, парочку. Зоопарку сделали. Ну, как вы сейчас уезжаете, кого туда? Ногти здесь растут, ужас быстро. Очень быстро растут ногти. Хорошо, приедем, не сразу на работу надо. У Славы еще полторы недели, а у меня, может быть, даже уже еще две с половиной будет недели. Семи в туалете сидит, счастливый, поет. Ну, видно, что ему уже получше, да? Хотя шмыгает все равно, да? Не знаю. Ну, получше. Леон, Леон, вот только утром просыпается и тоже нос течет. Люсь тоже только, когда проснется. А у меня вот сегодня самое, вчера уже чуть-чуть так начиналось сегодня и самое хуже. А Клюзь нас нашел там, я не знаю. Нашел? Он еще с волейбол играет? Да, мы положили эти полотенца там, и все, и мы все забрали, тапочки, все это, как эти полотенца. Полотенца сам оставили? Ну, да, мы еще придем, придем. И он это, рассмотрим, его майка висит там рядом. Может, где-то издалека нас видим, мы его не видим. Наверное. Значит, вы еще раз пойдете? А я начну уже эти чемоданы потихоньку собирать. Сейчас, ты знаешь, чуфер паст? Сейчас обед будет. Знаешь, что получилось? Сейчас нету жары. Да, сегодня, вчера было 38 в тени, на солнце, наверное, все 45 было, а сегодня 34 в тени. Это чумер чувствуется, да? 32 градуса, ты глядь можешь сколько хочешь, конечно. 32. Завтра мы приедем, прилетим, я смотрела прогноз, у нас будет 31 градус. Я думала, так надеялась, что приедем, будет прохладно. Мама написала мне, говорит, у нас сейчас хорошо, 19-20 градусов, говорит, дождик прошел, наконец-то. И я смотрю прогноз, именно вот завтра, когда мы прилетаем, будет 31 градус. Но потом, вроде, на следующий день будет тоже дождик, обещают. И по прохладниям 27. Но это тоже не так уж и прохладненько. Но посмотрим. Послушай, может тебе кошерная еда помогает? Смотри, ты вообще не поправляешься вообще, да? Да, я по вещам не чувствую, что я поправилась. Может тебе тоже курочку? Я посмотрю потом на весах. Но я, оно-то вкусное, я, конечно же, ем и печеное. Ты там много ешь. Я думала, у тебя сейчас раз и пять килограммов. Да, Слава говорит, о-о-о-о, а я говорю, ну, блин, не могу сдержаться. Кто его знает, когда в следующий раз приедем. Мы раньше пытались в одну тарелку складывать, да? Да. А сейчас мы берем две тарелки, надо третья тарелка, по три тарелки, нормально. Сразу ставим, чтобы не бегать. Ну, я беру-то, но я не могу много есть. Я не могу. Вот жара вот эта вот, она как-то. Или в комнате идем кушать, я думаю, все, я ничего не буду есть. Заходишь туда, эти запахи, и глазами смотришь, прям хочется. Наберешь себе, вот Азамуль тоже у нас набирает полную тарелку, даже половину. Мы уже его ругаем, чтобы ты даже переводишь еду, чтобы поменьше брал, особенно то, что он не знает, это чтобы по-тиху, по-нем-то меньше. Поет, сидит там, стоять. Значит, ему хорошо. Ладно, на этом буду заканчивать. В конце этого видео я вставлю вчерашнее, ну, вчерашнее, что я поснимала, там, вечер наш. И на этом буду заканчивать. И потом уже увидимся в Германии. Когда прилетим, я выставлю видео и сделаю сразу же, не знаю, на следующий день, мы завтра прилетим. Может, в пятницу, да, я сделаю трансляцию. Поет на английском? Попоем, поэтому я тоже соскучилась петь. Ну, почему я совсем не соскучилась, это по готовке. Так расслабилась тут. Уборку, ничего не надо. Вот это я буду скучать. Знаешь, что все захотели сразу? Сейчас у меня тоже сильно мы проходили штраф, туда-сюда что будет? Чипсы. А есть там внизу, можно купить? Зачем покупать? Мы приедем как раз, и будет что-то другое. Ну, сейчас поедим, и чипсы. Да, да, да. Я уже Славе говорю, вот что приедем, что готовить? Мне ничего не хочется, абсолютно, абсолютно ничего. Слава, шашлыка, чипсы. Я говорю, будем это, разгрузочные дни у нас будут после вот этого всей еды. Потому что, ну, ничего, вот что варить, не знаю я, не хочу. Я вечно тут сытой ходишь, вечно сытой. Вообще, не знаю я, ничего уже не хочется. Все, поем? Ладно, все. Спасибо вам всем, кто смотрел видео наше. Сколько могли, показали все наши искренние ощущения. Мы, ну, как сказать, рассказали. Не преувеличили, не преуменьшили. Все, как вот, что, как мы ощущали, как я ощущала. Я честно говорила. Так что, спасибо всем большое. Кому понравилось, кому-то не понравилось, кому-то отель не понравился, кому-то понравился. Так что, спасибо всем большое. И до следующего видео уже в Германии. И до следующей трансляции. Я очень-очень радуюсь трансляции, уже петь хочу. Все, всем пока-пока. Спасибо. Кисонька. Кисса. Четыре или пять кошек. Они вон там, вот в этой, если идут туристы, они вон там прячутся. Под этим мостиком вон там. И только мордочки выглядывают. И сейчас только одна почему-то. Может, они там поднизу. Или убежали. Ну, им тут и пить, и кушать. Вон ставят. Вот это с мини... Как его? Бичба. Такие хорошенькие собаки тут много бегают. Такие тоже все хорошие, добрые очень. Никого у них нет. Не трогают, не бросаются, не лают. Да, Слав? Кисточка сладенькая такая. У них и маленькие. А где остальные? Тут четыре или пять их. Они под низом. Они там спрятались. Осы. Сейчас уже закрытый этот бич-фар. Тут пить. Су. Да, тоже су. По-казахски тоже су. Вода точно. Очень много с казахским... Ой, много говорю. Очень сильно похоже с казахским языком. Вот здесь еду готовят. На обед. Но мы ни разу здесь не ели. Мы идем на обед туда, в отель. Вот здесь тоже. Но я видела. И... Я сейчас была здесь в туалете, в этом женском. Очень, я думала, такой ужасный. Но чисто, все чисто-чисто очень. И даже есть дезинфекцион. Вот, дезинфекции. Ну, как здесь руки дезинфицировать. Все чистенько, аккуратно тут вообще. А мы на пляж пошли гулять. Пока дошли. Сейчас дети нас потеряют. Короче, все здесь есть. Не надо в отель бежать. Все есть. И бич-бар, и... Все на свете, короче. Все, что надо. Все удобства. Для купания, да. Где они? А, вот они. Леон. Детство. Вспомни. О, даже телефон тут есть. Вот все, что здесь есть. О, Мало народа, много тесна. Да, вот, да? Да. Смотри. Тучка вам нравится, да? Как в пустыне, да? Вот эта пустыня, этого мало всего. Тут вокруг, с одной стороны, да. С другой стороны, и две мало. И столько мебели, которые не заняты. Нет, тут людей немало. Отель полный. Но тут столько много всего, где можно сидеть. Я имею в виду, столько много места, да. Что, я не знаю, там столик, в принципе, нетрудно. Если не нашел тот столик, тут мы можем сидеть спокойно. Все, открыто, да. Мы вот каждый вечер почти сидели вот на той террасе, вот там. Там все, конечно, занято. Сейчас будет вечер бинго играть, но мы в этот сегодня не решили. Ну, решили не играть. Мы последний раз играли, выиграли, хватит. Вот. А сейчас мы сидим вот в таком баре. Занят, это не так правильно выражено, заняты лучшие места. Да. Потому что здесь лучше не стал половать. Да, что детки бегут. Сэмми, дасы сметальку вольт. Сэкс? Сэкс он дэ бич. Я себе... Сэмми, дасальку вольт. Я себе заказала вот такой коктейль. Левон, дасы сметальку вольт. Называется Сэкс он дэ бич. А Слава красное вино сухое купил. О, купил, говорю, заказал. Это всё включено. Всё в это. Входит в это. Короче, вот такой вот тут бар. Красивый. И мы тут... Тут они специально открыли вот так окна. Отодвинули, не открыли, а отодвинули. И вот сегодня мы тут. Сейчас киндер-диско, детская дискотека закончилась. Сегодня первый раз наши мальчики участвовали. Безун-тайт. Участвовали. Льюис остался в комнате. Ему стыдно было. А Леон и Замы... Леон и Замы участвовали. Я может... Ну нет, там нельзя мне. Потому что много другие дети. И нельзя это в Ютуб ставить. Жалко, конечно. Но они хорошо участвовали. И потом мы сюда пришли. Сейчас здесь будем сидеть отсюда, наблюдать, как там будут играть в бинго. Вон там. Будем отсюда его смотреть. Очень много новеньких. Не знаю. Не слышно, Слава. Ты меня показываешь? Да. Очень много новеньких. Когда много уехало, новенькие приехали, они теряются. Они не знают, что где находится. И стараются вообще ничего. Нигде не участвуют. Мы тоже приехали. Первое время только смотреть. Здравствуйте, папа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас как раз такая ситуация, что в бинго не могут никого найти. в бинго не могут никого найти. Нет, в бинго не могут никого найти. Лео, он сел как деловой, такой себе заказывает. Заказывает себе. Киргин. Мам, я хочу купить 5 кофте. Сами, я хочу купить алкоголь. Нет, нет. Я хочу купить пакет. Ну да, вот сюда в алкоголь фрайштейт мы стукал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Самостоятельный. Заказал себе спрайт. Спрайт. Мама, я хочу купить спрайт. Сегодня у нас передпоследний вечер. Льюис, 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 Льюис что-то не захотел никуда не на дискотеку. Обычно он каждый вечер тоже смотрит эту детскую дискотеку. А так как сегодня Льюис, самый Лилеон, сейчас, ему было стыдно. Почему, не знаю. не решается, да? Ну. Вкусный коктейль, но с алкоголем. Нем-нем. Хотя бы. Видишь, сединить спустялен? Слава мне сегодня купил напоследок, как память, вот такую вот цепочку. Как я Льюис читаю? Сталь? Короче, такая нежная цепочка, серебряная. У меня золотая есть, которую я всегда ношу, а это середняя. серебро, не серебро, это не серебро, а благородная сталь, короче, как это называется. А прямой, если перевести, как это все? Да. Жалко, время пролетело. Завтра еще вот последний у нас день, и потом, и потом это, завтра вечером надо будет паковать уже чемоданы опять, и назад. было очень-очень хорошо здесь, нам очень все понравилось, абсолютно не к чему нам придраться, все абсолютно устраивалось, сервис на высшем уровне. я сейчас придраться. И сейчас, сейчас придраться. И гигиена там вообще везде, что в комнате, что эти пациенты, везде-везде-везде все. и гигиена, честно, на высшем уровне. Можно придраться? Давай, придирайся. Нашел чему придраться? Более, вот так, ножницы, сейчас я начну придраться, когда закончу придраться, можно придраться. Ну, не бывает так, что всегда было, но все сто процентов так никогда не бывает, да? Даже самых лучших победах. всегда что-то есть. Но у нас свои плюсы, которые мы хотели, мы получили. Те минусы, которые здесь есть, они нас сильно, как говорится, не тронули. Один из минусов, что здесь нет мороженого постоянно. Здесь мороженое есть, допустим, один час, два часа придраться в обед, да? Один, строго-трех. И все, и больше мороженого нету, да? Вот это для детей маленький недостаток. А второй недостаток маленький, это когда все стаканчики, когда ты куда идешь, они очень мягкие. Да, эти одноразовые. Они спрашивают, если ты там, например, в баре будешь сидеть и пить, они дают вот такие стеклянные. Они спрашивают, или с собой, если он уйти хочешь с ним, там вот лежать возле, возле бассейна, тогда дают такие пластмассовые, и они чересчур мягкие. Да. И многие проливают. Вот если, допустим, пока не приспособишься, и там, где мы были с тобой на улице, там, на шпане, как это называется, на пляже, да? И там запах постоянно есть, и эти осы летают. Потому что люди, с непривычкой, они продавливают, и проливают. Потом уже привыкаются. в самом деле. А? Ну, верам, кайна. Сухгал. Можно дальше? Так, придираюсь дальше. Давай дальше. Придираюсь дальше. Там, где группа отелей, я вот это видео делал, потому что там выложишь. Там всегда ухаживают за пляжем. Точнее каждый день проезжает специальный маршрут, трактор такой, который просеивает весь песок, и все маленькие камушки убирают. Здесь у нас нормальный, хороший песок, но когда сильные волны идут, он намывает гальку. И местами бывает галька, я еще не видел, пока за наше время, что у нас убрали. Ну, наверняка убирают, но, наверное, просто не каждый день, а может быть раз в десять. Вот это. Ну, а что еще? А, еще маленький недостаток. Вырежешь, да? То, что везде зонтики есть. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, неудобно. То, что если, допустим, опять же, где много отелей, или там очень много людей, там стоят, как целые навесы. Да, навесы, да. И там, под крышей уже находишь, и сразу, кто хочет на солнце, просто сдвинулся, да? А ты, если втяни, ты втяни весь день, если хочешь. Ну, зависишь так от солнца. Если это всегда не зонтик. Вот. У тебя есть что-то какие-нибудь? Я вообще ни к чему не могу придраться. Ни все остальное. Вот есть стабильности, которые, допустим, не омрачают наше пребывание здесь. Да. Ну, я всегда говорю, что и как цена может быть наверх, безграничная, так и улучшение может быть всегда. Конечно. Всегда можно найти, что делать лучше. Да. Ну, допустим, как увидишь. Самое главное, что самое-самое важное. Тут все отлично. То, что главное самое. Я имею ввиду еда, гигиена. То есть, у меня очень чувствительный желудок, допустим, в китайских ресторанах и еще что-то. Я сразу чувствую, если свежее, это хорошо. Если, допустим, нагрели, спрятали в холодильнике, в этом подогрели, это уже другое. Здесь такого не нравится. И даже Слава может пить здесь турецкое пиво, чего он очень боялся. Турецкое пиво, когда он сейчас боит. За гигиеной они очень сильно смотрят. Может быть, были проблемы где-то здесь в Турции, да, с гигиеной. Поэтому здесь, наверное, их очень сильно нагоняли. Это потерять своих клиентов никто не хочет. И поэтому я вижу сто процентов, что везде все подтирается, везде все дезинфицируется. Из-за еды очень смоется. Да, окей.